приветствую всех на канале шахматов феникса с вами олег сломах и артём капустин и мы продолжаем вас знакомить с атомными шахматами в первом ролике мы рассказали очень подробно о правилах и нюансах которые могут возникнуть затруднения пригревать на шахматы надеюсь на некоторые вопросы вы нашли ответы и мы приступаем к второму ролику по атомным шахматам и он называется ваш первый ход вот олег наверное может рассказать о своей самой первой партии которую награл в атомные шахматы как я пошел ей 4 как обычно и как-то меня очень быстро там взорвали то есть я так понял что е4 тут не играют но и 4 и такой ход есть но он как прекрасно не самый сильный не сам перспективный за белых но об этом мы подробнее остановимся чуть попозже наверняка если кто-то из зрителей уже играл партию от иные шахматы то искать и если они играли черными то скорее всего соперник белыми пошел конь в 3 самый популярный ход в атомных шахматах если это была ваша самая первая партия то скорее всего вы ответили симметрично а и конь е5 и двойное нападение и на d7 и на е7 и партия заканчивается да ну разумеется как как правило в шахматах если повторять ходы с соперником то белые рано или поздно поставит мат на один ход раньше но в атомных шахматах это случается уже на третьем ходу потому что после конь е5 белый угрожают и взять либо на d7 либо на всеми король черно зарвет даже несмотря на то что черный саду такую же угрозу белых опередят на один ход и после этого вы понимаете что первым ходом нужно защищаться от конь е5 играть и в 6 нет нет не сразу такое приходит сначала мы рассмотрим абсолютно все способы защиты ходы защита отхода конь е5 до 6 пример да вы понимаете что какой-то либо угрозы можно защититься двумя способами первый из них это напасть на это поле своей фигурой или пешкой например ходом т6 но после этого у белых есть ход конь g5 также у вас выиграть в один ход если попробовать бежать королем то белый выиграет после конь е6 и следующим ходом они возьмут либо на c7 скажем после король c6 либо на d8 таким образом нужно надо еще рассказать что коня то брать нельзя соответственно не королем не пешкой то что же произойдет взрыв и пострадает король да разумеется потому что вот и все вообще возможен или нет или и программа просто не даст сама 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 замотоваться программа не дает сдаться а то есть только сдаться можно можно только сдаться а если королем королем тоже нельзя взять нет конечно а ну все понятно об этом мы говорили в предыдущем ролике поэтому ходить пешкой f надо короче программа не дает совершить харакири а разумеется после f6 конь все равно вторгается на поле f7 и также очередное нападение на мат и после этого единственных ход ферзем ферзь д7 последний конь д6 и черный остается без ферзя ферзь как мы покажем позже приобретает дополнительную мощь в атомных шахматах и играть без ферзя грустно всегда разве что только не в поддавках таким образом мы пришли к выводу что д6 это плохая защита от е5 и вам приходит в голову вторая второй способ защиты от какой-либо угрозы это поставить это поле свою фигуру потому что если атакующих фигура возьмет она взорвется да то она уйдет с поля и 5 такой ход возможен и вообще все варианты связанные с ранним ходами 3 и 4 и 5 за черных они ловушечные и угрожают порой выиграть партию немедленно но на е5 ход конь g5 очень хочется сыграть опять также угроза на мат до брать нельзя потому что опять вы останемся без ферзя конь взрывоопасный да ну и в 6 играть бессмысленно потому что конь и все ферзь е7 6 и опять и черный остается без ферзя ну или иначе проиграет ну да таким образом надо играть и в 5 и вот здесь уже конь и в 7 приводит к победе черных и потому что ферзь h4 g3 ферзь d4 создается две угрозы одновременно и вообще вот такой маршрут он очень характерен что для белых что для черных вот советую взять на вооружение вот такие угрозы создаются уже вот на третьем ходу поэтому спешить никуда не надо и как мне кажется после хода h4 белых полный порядок сейчас мы поясним почему черные сейчас могут создавать различные угрозы слоном связанные с нападением 2 или на f2 но все это отражается одним ходом с 3 солнце 5 до 4 и все по сути белые даже защитились и сделали развивающие ходы то есть может выйти слон может выйти ферзь черный уже ничем не угрожает если же попытаться выйти ферзем скажем ну на и и 7 уже смотрели почему это может привести даже конь и 6 можно сыграть она ферзи в 6 последует конь и 6 угрожаем взять здесь и здесь ну по любому дело остается и материал то сейчас под боем слон нужно уводить ферзя если скажем увести куда слона то мы возьмем либо здесь либо здесь и черному придется расставаться с какой-либо фигурой то есть и 5 как мы понимаем тоже приводит к перевесу белых но тем не менее такой ход возможен и если скажем ваш соперник достаточно слаб то можно против него попробовать и после многочисленных игр вы наверняка приходите к выводу что сильнейший ход f6 одновременно защита от кони 5 и кони же 5 ну действительно если бы не было хода f6 то зачем играть вообще было в атомные шахматы потому что все остальные ходы приводят значительно худшие позиции ну возможно других роликах мы рассмотрим некоторые варианты подробно сейчас хотелось бы рассмотреть еще возможные ходы с которых начинается партия в атомные шахматы после чего вы начнете себя чувствовать гораздо комфортнее как мне кажется остальные ходы кроме к у них 3 не относительно безопасно то есть например если пойти другим конем казалось бы симметрия ход ничем не хуже но на самом деле симметрии никакой нет потому что короли находится на королевских флангов королю ой кони уже один гораздо проще добраться до короля после конца 3 черном следует играть конец 6 и вообще проблем не будет и это никакая защита от кони 4 или от конь d5 потому что на конь d5 будет и 6 и этот конь потеряется потому что в случае отхода этого коня скажем на c7 последнику не 4 черный выиграет даже вот такой красивый ход кони 7 помогает все равно кони 4 а если же они возьмут коня то опять уже знакомый маршрут и черные побеждают таким образом ходить конем нельзя прямо сейчас белые не создают никакой это никакой вообще никакой угрозы поэтому этот конь потеряется и он не может то что не может пойти с места но тем не менее концентрия играю достаточно часто я не знаю почему хотя ход достаточно слабый также возможен ход d4 уход развивает слона c1 но как мы уже убедились по варианту с первым ходом черных и 5 как правило угрозы слонов отражаются в один ход то есть сами угрозы одноходовые и отражается очень легко после d4 ну можно играть на на все что угодно d4 может просто d5 ответить развиваться дальше в том же духе также очень популярны ходы пешкой е и казалось бы ход е4 сильнее чем ход е3 ход более развивающиеся но как ни странно он ставит проблемы именно белым потому что как мы выяснили белые угрожают забежать конем на и 5 могут ферзем выскочить на d5 то есть постараются вывести фигуры к центру а как мы уже знаем в правилах в атомных шахматах если вот эта пешка будет уничтожена то значит все фигуры которые будут стоять на этих полях они тоже уйдут с доски то есть для того чтобы отразить атаку черным ему достаточно не защищаться от каких-то там выпадов коня или ферзя им достаточно всего лишь напасть на эту пешку чем-нибудь и как мне кажется на и 4 сильнейший ход d5 то есть сейчас не сыграешь куни в 3 например из да и сейчас не сыграешь ферзь h5 g5 ферзь е5 да и вот кажется смешным но я так на партии 10 выиграл почему-то люди в упор не видели то что на е5 перзем нельзя идти также нельзя брать на d5 из-за ферзи 2 то есть здесь аналогия с обычными шахматами где самый быстрый мат ставит именно черные у которых второй ход они белых которые начинают партию то есть белый в два хода выиграть не могут а черные вот получилось что могут ход и 3 как мне кажется посильнее и 4 то что сейчас у черных нет таких защитных ресурсов связанных с уничтожением пешки и вот и 3 безумно просто популярен в игре с коротким контролем потому что уход мало того что ловушечный прямо сейчас хочет выйти слон хочет выйти ферзь но и также ходом и 3 можно ловить на предходе потому что как уже говорилось самый популярный ход белых это конь и в 3 и в 6 самый популярный и как мне кажется сильнейший ответ так вот многие люди они этот ход примуют в 6 на и 3 и в 6 играть нельзя как раз уже из выпада ферзя от и 3 нужно немедленно защищаться ходами и 6 на перси в 3 и в 5 и все это все что чего могут добиться белые черные сами сделали развивающие ходы защитились от всех угроз ферзь h5 как мы понимаем тоже безопасно но это не все ловушки которые могут поставить белые на ферзь в 3 почему-то очень заманчиво сыграть кони в 6 но так играть нельзя нужно играть и в 5 очень заманчиво сыграть и в 6 коня в 6 потому что ну кажется мы защитились от угрозы ферзь в 7 а конь когда-нибудь сам выйдет и начнет скажем нападать на пешки расположены рядом с королем но после этого белые продолжают подводить фигуры к полю 7 и есть даже а 6 не спасает потому что все на конь g5 и на и все им не один бой как выясняется а 2 вот ну да конь то что взрывается и пропускает ферзя к полю 7 то есть после конечно не понятно что делать черным они могут также создать там различные угрозы слоном но они абсолютно безобидны то есть опять же если вы хотите там убить соперника в 2 перехода то берите ход е3 сами на вооружении возможно ваши соперники будут попадаться очень часто ну я так не играю ввиду того что после правильной защиты черных них нет совершенно ничего то что сейчас после конечно будет версия 4 черные сами угрожают замотовать после же 3 3 черные останутся лишней фигуры и по-видимому выигрывают но также с целью быстрее вывести ферзя есть код c3 ферзя можно выйти на b3 на 4 но эти выпады гораздо безобиднее потому что ферзь с 5 горизонтали вот по этой ферзь может спалить до 5 и 5 нападать на два пункта возле короля если удастся это сделать белым то черный не удастся отразить одновременно две угрозы с полей же b3 a4 и вообще с 4 горизонтали ферзь можно поэт только на какую-то одно поле рядом с королем черных и черные очень легко отразят все угрозы причем развивающими ходами поэтому вот как мне кажется все таки безобидный ну так же из первых ходов можно рассмотреть же 3 белая опять же хотят замотовать черных но как мне кажется после d5 вообще ничего нету белых но что и сами могут попытаться и сыграть на победу ну и перейдем к последнему ходу ко второму по пульпу популярности этот ход конь h3 ход достаточно ловушечный но если опять же точными ходами играть за черных то все угрозы легко отразить казалось бы ход конь h3 гораздо слабее чем ход конь в 3 потому что с поле в 3 можно и 5 прыгнуть и на то же поле уже 5 на которые хочет прыгнуть конь h3 но как из варианте с первым ходом и 3 конь выйдя наш 3 он просто развивается и не мешает выйти черному выйти выйти белого ферзю наш 5 то есть поле в 3 свободно и по-моему вообще любой ход за черных кроме h6 он проигрывает то что белым удается там пропрыгать конем и создать две угрозы если сейчас хитрит а после и 6 опять же все угрозы заканчиваются ну здесь белый чаще всего играет ферзь h5 g6 ферзь b5 c6 вот даже на форму хлечеса я видел вопросы связанные с тем что мол что делать после ферзь b7 потому что в обычных шахматах ладей две фигуры посильнее ферзя но как мне кажется здесь ученых вообще нет ничего страшного потому что в крайнем случае они могут такой же трюк провернуть и скорее всего как мне кажется есть что-то лучше потому что ферзь все-таки очень сильная фигура в этом шахматах ну из популярных ходов также хотел бы отметить конь c3 вот хотелось бы отметить недавно то что я не сильно силен теории именно связаны с первым ходом конь h3 но тем не менее удалось выиграть у двух сильных соперников поднимая достаточно логичные ходы то есть после концепции можно сыграть c6 чтобы конь не прыгнул случае на b5 и на d5 вот один соперник сыграл конь b5 другой конь d5 я в обоих случаях взял коня и но получилось позиции одна и та же и казалось бы уже после взятия cb белые могут привыкнуть такой трюк связанные с вторжением ферзя на b6 очень популярны во многих вариантах из конь h3 то что если этого ферзя взять то будет слон b5 и белые победят но в данном случае удалось придумать трюк в ответ ферзь h4 g3 fb4 один соперник просто взял ферзя и я остался с лишней фигурой после чего удалось победить второй соперник пошел c3 и после взятия ферзя ему пришлось сдаться потому что от слона два защиты никакой нет то есть как мне кажется конь h4 тоже относительно безобидный ход задает гораздо меньше проблем чем ход конь f3 ну возможно если вам эти видео понравится то мы остановимся подробнее на каких-то конкретных вариантах после конь f3 f6 ну что скажешь олег ну что мне понравилось я именно вот чисто послушал то есть для развития очень даже полезно но особенно тем кто увлекается атомными шахматами думаю эта лекция будет очень интересно я старался тебя не перебивать то есть просто вообще молчал и слушал с интересом не вникал но главное чтобы было понятно и я надеюсь что как мы обещали вы не проиграете в отельные шахматы ни одну партию в два-три хода и скорее всего сами будете удивлять своего противника да ну что ж до встречи в следующих видео с вами же были комментаторы Олег Славаха и Артем Капустин до новых встреч